Специально для Кавказского бюро Ильгар Белизаден. Дело в том, что армянское правительство и отдельные члены правительства, премьер-министр часто делают высказывания, которые больше похожи на вырванные из контекста обсуждений фразы или же мысли. В частности, реплики по поводу возможности восстановления отношений с Турцией больше говорят о том, что армянская сторона имеет интерес, но этот интерес объясняется логикой постконфликтного развития ситуации. Дело в том, что сегодня для кого не секрет, что на повестке дня стоит вопрос разблокирования коммуникации. А разблокирование коммуникации без открытия границ невозможно. Когда мы говорим о разблокировании коммуникации, то подразумеваем прежде всего открытие железнодорожного сообщения, некогда существовавшего в советское время и связывающего тогда еще Советский Союз с Турцией. Это железнодорожное сообщение проходило по территории Армении, Азербайджана и, естественно, России. Сейчас речь идет о его реанимации или же восстановлении в полном объеме. И, конечно, обсуждая вопрос восстановления коммуникации, нельзя его обсуждать только с, скажем, азербайджанской или российской стороной. Армянская сторона должна будет так или иначе обратиться и к турецкой стороне. Это понимают и в Анкаре, поэтому тоже делают соответствующие заявления, свидетельствующие о готовности Анкары начать переговорный процесс с Арменией. Ну, этот переговорный процесс должен быть обусловлен желанием сторон нормализовать ситуацию в целом. В этом смысле, конечно, на повестке дня должен стоять и вопрос заключения итогового мирного договора. Если мирный договор не будет заключен, то вопросы, связанные с делимитацией границ, не найдут свою реализацию, а, следовательно, сложно будет говорить о полном объеме восстановления транспортного сообщения. Поэтому те импульсы, которые сегодня есть, те заявления, которые высказываются, они так или иначе об этом свидетельствуют. Просто единственный вопрос в том, что, в частности, армянская сторона не раскрывает картину полностью, дает свою интерпретацию, фрагментируя ситуацию, не раскрывая контекст. Поэтому мы думаем, что все-таки в реальности весь вопрос, весь комплекс рассматривается как единое целое. Просто периодически в информационное пространство взбрасываются какие-то определенные фрагменты вот этого большого комплекса вопросов, который сегодня стоит на повестке. Что касается возобновления деятельности Минской группы, армянская сторона не удовлетворена самим форматом трехсторонних соглашений, трехсторонним форматом Азербайджан, Россия, Армения, и пытается включить в согласование двух других сопредседателей Минской группы, которые также демонстрируют интерес включиться в постконфликтную реальность. Здесь, конечно же, армянская сторона играет на интересах Парижа и Вашингтона, при этом пытается заодно имплементировать старую повестку в новых условиях, то есть фокусируется на вопросах статуса и тех вопросов, которые доминировали в повестке Минской группы до конфликта. Здесь, конечно, есть тоже противоречия, поскольку нынешняя реальность не предполагает обсуждение той повестки, которая существовала до Второй Карабахской войны, и чем раньше армянское политическое руководство это осознает, тем скорее будут двигаться процессы в рамках постконфликтного мироустройства в регионе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok